Сегодня вот такой у нас веселый выпуск, когда он хватает кирпич. Разбираемся, как же так сработало. Сперва делайте прототипы и учите детей делать это. Мне для первого теста этого достаточно. Опа! Погнали! Приветствую, друзья! Вы на канале есть вопросы. Сегодня вот такой у нас веселый выпуск. А все благодаря тому, что я нашел такие интересные мышеловки. На самом деле в практике как мышеловки я их ни разу не использовал. У нас не то время или я не в том месте живу. Вот не пригождается, но я увидел одну интересную штуку, которую хочу вам сегодня рассказать. Итак, друзья, прежде чем перейти собственно к основной части выпуска, нам необходимо разобраться, а что же такое мышеловка и как она функционирует, и где мы ее еще можем использовать. Итак, мышеловка вообще представляет собой эффективное средство по борьбе с грызунами. Грызуны могут быть разные, например, те, которые любят лего. Итак, если грызун, любящий лего, любит тырить наши кирпичики. Мы снаряжаем мышеловку, и в нужный момент, когда он хватает кирпич, происходит примерно это. Хорошо, это очень страшно. Я выдохнул. Разбираемся, как же так сработало. Смотрим. Наша мышеловка, они могут быть разных конструкций плюс-минус, но основные части одни и те же. Это рама, точнее основание, в данном случае фанер, к которым прикреплена рама. Рама – это вот эта штука, которая, собственно, самую беду и творит. Вы слышите, с какой мощью она бьет. Но бьет она не сама по себе, потому что здесь у нас есть пружина. В зависимости от того, какая это пружина, сколько на ней витков, собственно, получается слабый или сильный удар. В данном случае мощный удар, а вот здесь будет поменьше, потому что и сама мышеловка на грызунов поменьше. Вот так. Далее, чтобы это все дело сработало, нам необходима еще дополнительная конструкция в виде вот такого сторожка, который сторожит, и вот такого фиксатора. Сейчас я его вытяну, вам продемонстрирую, собственно, как это все дело и работает. Но очень страшно, честно говоря, по рукам получить такой лабудой. Все, окей, зарядили. То есть вот. У нас, значит, сейчас все взведено. На фиксаторе стоит сторожок, который не дает раме раскрыться. Как только наш объект изыскания забирает кирпичик, получает по рукам. В данном случае я не советую никому силу пружину испытывать руками. Вот. И, собственно, заниматься тем, что мы что-нибудь уничтожаем, тоже не рекомендую. Но давайте сейчас вот эту всю энергию направим в нужное русло и посмотрим, как же это может нам помочь в изучении физики. Итак, друзья, основная часть выпуска, как вы поняли, будет посвящена тому, что мы будем делать некую поделку, которая поможет нам, а далее детям, в изучении физики. И здесь, собственно, далеко ходить не надо. Мы можем посмотреть за практическим опытом Соединенных Штатов Америки, которые в своей практике достаточно часто используют различные подручные средства в демонстрации показа законов физики. В данном случае я вам предлагаю создать машинку на основе мышеловки. Вы спросите, колеса, что ли, к ней приделать? А как она будет ехать? А вы посмотрите дальше выпуск до конца и все это узнаете. И далее проводить некие соревнования среди детей. А, собственно, именно разные соревнования, которые мы можем проводить, будут влиять на то количество разнообразных вопросов, которые будут возникать. А ведь если у нас идет соревновательная деятельность, дети понимают конечную цель изучения физики и будут желать изучать ее больше, досконально, чтобы достигать новых и новых результатов. Собственно, давайте с вами сейчас делаем самое простое, что мы можем. Это некую тележку, которая будет приводиться в движение с помощью вот этой мышеловки. А далее я вам все по порядку расскажу. Но, поскольку я вам всегда говорю, в России классы робототехники в большинстве школ уже оснащены, я вас призываю к тому, что сперва делайте прототипы и учите детей делать это. То есть из говна и палок соберите некую конструкцию. Если у вас в целом это занятие залетит, потому что не у всех зайдет, зависит от вас как педагога, зависит от детей их возрастной группы, тогда уже будете усложнять. Но сперва сделайте нечто простое, что будет мотивировать детей изучать физику дальше. Я вам предлагаю просто использовать наборы Spike Prime. Они у меня есть. Можете видушки взять, можете взять его третье. Все, что у вас есть подручно, но именно конструкторы, что вас сейчас не заставит потратить много усилий для того, чтобы создать раму. Почему беру Spike? Хотя у меня есть его третье. Ну, потому что здесь у меня уже есть сразу рамы доработанные в большом количестве. Есть штифты, есть колеса, которые хорошо цепляются. Мне для первого теста этого достаточно. Дальше, если я захочу, я уже буду создавать все своими руками на уроках труда, которые, слава богу, у нас возвращаются в образовательные учреждения. И здесь у нас, понимаете, физика и труды. А это межпредметная составляющая. Это очень интересно. Погнали конструировать. Опа! И не тратя много сил, я создал вот такую конструкцию. Почему я и говорю, что в пределах одного учебного занятия дети смогут собрать с, собственно, обычным конструктором некую конструкцию, позволяющую продемонстрировать свойства мышеловок, раскрыть их потенциал. А дальше для соревнований мы, конечно же, будем все делать руками, потому что тут уже начнутся нюансы. Но общее понимание мы сделаем так. Прототип готов, его осталось взвести. Как это необходимо сделать? Собственно, прежде чем вам объяснить, как это все работает, я сейчас... У меня прототип, поэтому у него есть слабые стороны. Вот я взвожу. Видите, как взвожу? То есть я не ослабляю, только в самом начале немножко помог, дальше просто закручиваю. Это у нас тут рычаг. Можем свойства рычагов изучить. Все. Далее почти все готово. Сейчас мы просто фиксируем, чтобы у нас наша машинка на мышеловке была готова к старту. Вот она готова, стоит на месте. Все взведено. Осталось только нажать. Но для того, чтобы вам продемонстрировать, как у нас машинка едет, нам необходимо выйти на ровную длинную поверхность, где мы с вами увидим все плюсы и минусы на данной конструкции. Погнали! И, друзья, я наглядно вам продемонстрировал недостатки данной конструкции. И это очень важно, чтобы вы не сполерили. То есть вы даете задачу, дети ее выполняют и на своих ошибках формируют вопросы, задают их вам, а вы с точки зрения физика их раскрываете. Здесь же все просто. То есть у нас была потенциальная энергия, которая преобразовалась в кинетическую и где-то что-то пошло не так. В нашем случае, благодаря тому, что у нас жесткая веревка зафиксирована на оси, мы во время того, как у нас раскрылся рычаг, должны были, по идее с вами, ехать на силе инерции, но этого не произошло, потому что веревка начала наматываться в обратную сторону и тем самым произошло обратное. Намотавшись достаточное количество, у нас машинка поехала обратно. Как исправить эту ситуацию? Мы просто должны произвести небольшой замер. Раскрыть в данном положении нашу машинку, сделать небольшой запас для узелка, отрезать нашу веревку, убрать все лишнее с оси. Так, все, погнали. Еще раз. Это был фальстар, друзья. То есть освобождаем ось. Красавчики. Так сделал, что сейчас вообще тут ничего не освободишь. Вот, но нам понадобится с вами крючок. В данном случае, почему я и говорю, что прототипирование это круто, у вас конструктор и вы что хотите делать? Вот мы берем вот такой элемент, который нам с вами позволит на него накинуть сверху узелок. Это сюда, это сюда, все. Вот сейчас у нас получилась с вами вот такая конструкция с крючком. Крючок этот нам необходим, чтобы мы конец веревки с помощью узелка на него накинули. При этом в данном случае крючок у нас толстый и мощный. Веревка может не соскочить, но ничего, мы это можем исправлять путем проведения эксперимента. В данном случае главное, что у детей появилось понимание задачи. Как улучшить свою машинку. Так, завязали узелок. Окей. Все фиксируем. Вот у нас вот такой узелок с вами получился, который мы просто вот так надеваем. Бам. Давайте, 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 давайте наденем. Все. И погнали обратно. Как я вам говорил, ничего, ослаблять руками самостоятельно не нужно. Мы с вами должны просто начать крутить. Все. Я это делаю за ось, вы это делаете как хотите. Закручиваем, 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 закручиваем. Все. У нас это получилось, фиксируем. Здесь хорошо, что по рукам дети не получат. Вот. Но правила техники безопасности не забывайте, мы должны знать. В данном случае, смотрите, вот это расстояние, которое у меня есть. Это потерянная энергия. Соответственно, в идеальном мире нужно, чтобы все было прижато. Потому что вот эти лишние потерянные сантиметры, это то, насколько наша машинка недополучит энергии. Это минус-минус. На прототипе это ок. На машинке, подготовленной к соревнованиям, такого быть не должно. Все. И чтобы убедиться в работоспособности этой конструкции, нам надо посмотреть, соскочит ли наша петелька с крючка. Я поворачиваю. Здесь я уже ни за что не переживаю, но опасаюсь. Поэтому руку убираю резко. Оп. Смотрим, смотрим. Крутятся колеса. Все хорошо. Оп. Соскочило. А вот это то, что нам и необходимо. Да, это та энергия, которая позволит машинке ехать дальше, пока она не остановится по естественным причинам. А какие причины бывают? Это трение. Правильно? Это недостаточная энергия в связи с массой. И эти все вопросы вам будут задавать. И в процессе того, что, допустим, изучив одни свойства, вы говорите, а теперь давайте ехать на скорость. А тогда мы понимаем, что трение из негативного фактора переходит в положительный. Потому что, чем лучше цепляется машинка, чем мощнее у нас пружинка, чем четче передается и меньше прорезентирующей энергии, тем больше шансов, что мы достигнем необходимого результата. Второе испытание. Погнали смотреть. И, собственно, чтобы подвести итог, что хочу вам рассказать. Ниже под видео я вкратце вам расскажу, какие рекомендации и регламенты я рекомендую выполнять, чтобы вы сами ничего не придумывали среди детей. Помните, что мышеловки, которые вы даете детям для соревнований, должны быть обязательно. Вот мы в данном случае приобрели два бита мышеловок. Вот такие маленькие, со значком мышки. Это такой классический вариант. Где-то он выпускается. И вот в большинстве видео используют именно их, как и в данном случае. Есть мышеловки другого формата. Вот такие большие. То есть понятно, что раз у нас соревнования, то условия должны быть одинаковые. Соответственно, одинаковое количество деталей мы даем детям, одинакового размера мы как-то это все с вами регламентируем и ограничиваем. Допустим, вот мы даем спайк праймы, одинаковые наборы или его третьи. У нас внутри находятся одни и те же колеса. В зависимости от того, сколько количество экспериментов я провел, какие выводы я внутри сделал себя во время этих экспериментов, это очень полезный именно вот навык. Потратить больше сил, провести больше тестов для того, чтобы сделать лучше конструкцию, да, ее доработать. Но при этом у моего соседа тот же самый конструктор. И он просто на халяву решил, вот ему это не сильно заходит, сделал то, что просил педагог. Но имеет все то же количество деталей, чтобы у нас не получалось, что дети в равных условиях не только из-за мышлок, но и из-за самих конструкций. Все, мы поместили их в одну среду, дети у нас соревнуются одинаково. Размеры ограничили именно максимальные, хотят делать меньше, пусть делают. Это их дело, если вот они так видят, они художники своей конструкции, пусть это будет на их совести, а мы дальше уже сами только посмотрим. Потому что кто мы такие, чтобы их в этом ограничить. Вот, поэтому регламенты находятся в описании. Раскрываем, скачиваем и сами пробуем. А в описании пишем, на какое расстояние проехала ваша конструкция. И в идеале прикрепить ссылочку с фотографией. Это будет интересно. Плюс, мы в свое время приготовим дополнительные инструкции именно по этим наборам. Я вам обязательно расскажу, когда мы проведем внутренние свои соревнования, у кого, на какое расстояние их машинка проехала дальше. Потому что это очень интересно не только детям, но и взрослым. Физика, она, брат, такая. И далее, собственно, у вас, как у педагога, нет вообще ограничений, что вы будете с этими наборами делать. А мы, со своей стороны, будем стараться вам помочь с новыми идеями, которые будут мотивировать. Еще одна задумка, которую я увидел в Америке и очень хочу попробовать сам поделиться с вами, это когда мы должны с большой высоты сбросить яйцо, и оно не разобьется. То есть провести, опять же, ряд экспериментов, именно усиливать конструкцию таким образом, чтобы она как-то компенсировала энергию, и яйцо оставалось в целости и сохранности. Это интересно, это очень интересно. Получится это или нет, все зависит от вас, от вашего интереса к нашему каналу, от ваших комментариев. Итак, с вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Получайте удовольствие от того, чем занимаетесь, обучайте детей полезным навыкам. До новых встреч и пока!